всем привет мы продолжаем ретро рубрику канала где вам показываю различные масштабные копии снятые с производства и сегодня мы рассмотрим довольно необычный и в некотором роде уникальный советский вездеход амфибию zil 4906 синяя птица модель продавалась в коробочках dip models масштаб соответственно 1 к 43 и серию необычных вездеходов dip начал в августе 2011 года самый первый автомобиль был с индексом 49061 машина немножко отличалась от сегодняшнего образца и автомобиль был окрашен в каноничный синий цвет и версию 49061 вы можете наиболее часто встретить на фотографиях в интернете в январе 2012 также dip выпустил шнекороторный снегоболотоход zil 29061 этот автомобиль отлично вписывался в серию необычной техники от dip models и сегодняшний герой появился в продаже в апреле 2012 года и было два варианта исполнения одна машина с установленной крановой установкой а второй автомобиль предлагался без этого элемента и крановую установку вы чуть позже могли приобрести отдельно также dip показал спускаемые аппараты в апреле 2014 года и было два варианта окраски один чистый а второй уже обгоревший как будто недавно спустился на землю и в октябре 2017 года dip выпустил два перекраса самой первой машины они были в варианте мчс один автомобиль был белого цвета второй голубой и у меня в коллекции собраны далеко не все автомобили которые входили в данную серию но кое-что я могу вам показать и на мой взгляд это самый дорогой комплект у этого бренда который выпускается на сегодняшний день да по отдельности модели можно приобрести но если вы хотите полный набор он станет вам в довольно крупную сумму и у этой модели огромная упаковка она не влезает на мой стол и если вы посмотрите на коробку то она оформлена в довольно интересном и красивом стиле синий цвет коробочки есть логотип dip models на боковинках указан сайт производителя также есть значок zil и небольшой значок этого автомобиля лось другая сторона и на задней стороне упаковки есть информация которая касается масштабной копии естественно этот автомобиль изготовлен в китае и есть артикул по которому можно найти модель в интернете и по размеру эта коробка тоже пожалуй самая крупная покажу вам маленькую коробочку от легкового автомобиля и как раз вы можете прикинуть насколько она мельче чем эта картонная упаковка и модель я уже подготовил заранее вынул ее из картонки потому что в рамках видеоролика ее изымать будет очень сложно и автомобиль пакуется в обычный дисплей кейс просто он крупного размера черная подставка и указан прототип zil 4906 синяя птица и модель довольно тяжелая несмотря на то что она изготовлена из полимера и качеству покраски и сборки на моем варианте нет никаких замечаний все очень аккуратно установлено в свои посадочные места единственная антенка немножко погнулась потому что она очень длинная и если накрывать модель прозрачным колпаком она просто сминается но я думаю ее можно немножко нагреть и выпрямить чтобы она стояла ровно и как раз у этого автомобиля открытая грузовая платформа есть специальное место для установки спускаемого аппарата и я видел некоторые люди в кузов устанавливали шнекороторный болотоход тоже получалась довольно интересная композиция и как раз вы можете посмотреть здесь установлена сложенная крановая установка и в пакетике поставляется специальная балка которая ставится на разложенный элемент и есть небольшие заглушки которые вы вставляете в отверстие после того как открутите автомобиль от подставки и масштабная копия крепится при помощи четырех крепежных винтов и можно заглянуть в кабину грузовика все окрашено правда элементы кабины сложно рассмотреть сквозь маленькие окошки также на боковинах есть небольшие значки тоже довольно интересные зеркала здесь из пластика выглядят вполне нормально стеклоочистители из фототравления установлен регистрационный номерной знак осветительная техника могла быть сделана и лучше и вид портят черные точки и на последующих грузовиках у дипа стеклышки фар были более правдоподобны но не стоит забывать что это довольно старая модель также с правой стороны есть небольшая лестница ручки также очень хорошо сделаны вентиляционные отверстия на двигательном отсеке эта сеточка из фототравления верхняя часть окрашена черным цветом боковины в цвет кузова автомобиля на задней стенке кабины присутствуют два огнетушителя дополнительное оборудование и мне очень нравятся тросы и скорее всего это элементы из полимера но выглядят как будто они металлические и вот так выглядит задняя часть этого грузовика есть грибные винты также сцепное устройство правда оно статично и небольшие задние фонари и окрашены поворотники оранжевым лаком очень красивая масштабная копия я постараюсь в свою коллекцию приобрести спускаемый аппарат а скорее всего отдельно крановую установку не буду покупать потому что чтобы ее установить нужно будет демонтировать вклеенные сложенные элементы и попросту если вы хотите разложенный кран вам проще купить второй вариант без этих деталей и давайте для сравнения покажу вам легковой автомобиль от дипа запорожец и вы можете наглядно видеть насколько крупнее трехосный автомобиль и запорожец с легкостью поместится в грузовом отсеке этого вездехода и могу вам показать также зил-130 в классическом цвете и он тоже намного мельче чем вездеход амфибия и эта модель уже скажем так нового типа у нее лучше проработана светотехника более ажурные ножки на зеркалах заднего вида также уже лучше сделан интерьер кабины поворотный передний мост также отличные покрышки колесные диски и мне у дипа всегда нравилось оформление грузовой бортовой платформы и есть фактура на досках конечно она крупнее чем должна быть в 43 масштабе но все равно в таком исполнении кузов смотрится выигрышней чем у конкурирующих брендов ssm у которых доски обычные и выглядят очень примитивно и зачастую у костромских моделей нету расшивки на внутренней части кузова а у дипа с этим полный порядок и у этого зила уже рабочее сцепное устройство и могу вам показать еще необычную гусеничную технику это вездеход газ 71 от ssm и если посмотреть на различные вездеходы в 43 масштабе то их не так много представлено среди промышленных производителей хотя у костромы надо отдать должное довольно широкий ассортимент различных необычных машин и сейчас они подобную технику выпускают под брендом model pro правда те автомобили сильно проигрывают по уровню детализации модели от deep models но тем не менее если вы собираете необычную технику можете обратить внимание на следующие бренды model pro ssm deep models и также подобную технику выпускают мастера-одиночки например есть очень интересные многоосники у мастера by volk правда там соответствующая цена и подобные модели на рынке стартуют с 20 тысяч рублей у меня есть пару моделей но не знаю как их показать потому что они еще больше чем данный грузовой автомобиль и пишите ваши комментарии что вы думаете о такой необычной технике понравился ли вам автомобиль amphibia zil4906 синяя птица от производителя deep models хотите ли вы продолжение обзора на эти машины и могу вам показать шнекороторный болотоход и также по возможности приобрету спускаемый аппарат и сделаю на него отдельный видеоролик если вам понравилось данное видео не забывайте поддержать его лайком ставьте ваш комментарий также можете заглянуть в мои группы вконтакте и фейсбуке там участники моего сообщества тоже делятся фотографиями своих масштабных копий и можете заглянуть на мой второй канал там тоже выкладываются видеоролики на те модели которые я не показываю на основном канале а на сегодня это все до новых встреч пока